О РУССКОМ ТОЕ ЗАМОЛВЛЮ СЛОВО В рожащих ножках некое субтильное, вечно тявкающее существо неизвестного предназначения, созданное лишь для того, чтобы раздражать прохожих и солидных собак. Уход нашей последней собаки мы с супругой переживали очень тяжело и собак заводить больше не собирались. Но, как говорится, зарекалась ворона, и однажды это случилось вновь. В доме появилось маленькое рыжее создание с большими стоячими ушами и тремя черными точками на точеной головке, блестящими хитроумными глазками и любопытным мокрым носом. Русский гладкошерстный тойтерьер. Тогда они еще так назывались. Это существо с самого начала нашей совместной жизни поразило нас своим умом, которого мы в ней никак не предполагали. Ей было около семи месяцев, когда мы лишили ее привычной среды обитания, разлучив с матерью и сестренкой. И вот мы с ней в первый раз вышли на прогулку. Предположив, что уж такую-то кроху я всегда догоню, по чечаяния она попытается от меня удрать, я отпустил ее без поводка. Собака, ничуть не смутившись тем, что она находится в незнакомом месте, не проявляя ни малейшего испуга, не впадая в панику, стала осваиваться в новом месте, реагируя на меня как на постороннего человека, то есть никак, полностью меня игнорируя. Она, естественно, пыталась отыскать знакомые запахи и определиться со своим местоположением, но ничего знакомого не обнаружила и решила приглядеться ко мне попристальнее. Все-таки я был тем, кто унес ее из дома и, возможно, знаю, как туда вернуться. Я попытался ее подозвать, но она никак не реагировала на мои попытки завоевать ее доверие и держалась на безопасной, по ее мнению, дистанции. У нее хватало ума не убегать, но и ко мне она подходить явно не собиралась. Кстати, как позже выяснилось, это была черта ее характера, недоверие к посторонним. Не боязнь, а просто полное игнорирование незнакомых людей. Глядя на ее грациозные и мгновенные перемещения в пространстве, я осознал, что мне ее не догнать никогда. Мне оставалось только сесть на лавочку и попытаться объяснить этому маленькому комку энергии, что у нее нет другого выхода, кроме как найти со мной общий язык и смиренно подойти, признав во мне, ну, если я не хозяина, то, по крайней мере, того, кому следует подойти. Объяснял я ей это примерно минут пятнадцать. Щенок глядел на меня при этом снисходительно и слегка насмешливо, мол, кончай все эти разглагульствования, а лучше попробуй меня догнать. Но, очевидно, мне все-таки удалось подобрать нужные слова и произнести их нужным тоном, так как, в конце концов, мои увещевания возымели действие, и она вместе с чувством собственного достоинства снизошла и приблизилась ко мне на расстояние вытянутой руки. При этом чувство собственного достоинства слегка ее опережало. Она даже дала себя слегка погладить. В этот момент я внезапно понял, что больше она от меня никуда и никогда не денется. Я вскочил и побежал от нее, что было сил. Но это маленькое существо на тоненьких ножках легко догнало меня, забежало вперед и, повернув свою хитрую мордаху с веселыми глазками, насмехалось над моей неповоротливостью и неуклюжестью. Казалось, что она слегка приподнялась над землей, так как ее ножек видно не было, а вместо них просматривалась лишь некая туманность. При дальнейшем общении с Нежкой, так мы ее назвали, мы поняли, что маленькой она себя не считает. Она такая же большая, как и все прочие, включая нас. Небольшое отступление. Отношение к маленьким собакам должно быть таким же, как и к большим, разницы между ними нет никакой. Только при таком отношении вы получите полноценного компаньона, а не тварь дрожащую или взбалмошного пустобреха. Той терьер точно такая же собака, как док, овчарка и так далее, и требования к ней нужно предъявлять точно такие же. Да, конечно, в случае опасности он вас не защитит. Но во всем остальном, повторюсь, разницы никакой. Поэтому не стоит сюсюкать и делать из маленькой собаки домашнего тирана, которому все позволено. Свой характер и интеллект Нешка проявила в первые же дни нашего знакомства. Однажды, когда я сидел в кресле перед телевизором, мне в голову пришла дурацкая идея научить ее стоять зайчиком. Я постарался объяснить несмышленому щенку, что это чрезвычайно важно, и что если она освоит эту позицию, моей благодарности не будет границ. Усадив Нешку, я приподнял ее передние лапы, повторяя, как заклинание «Зайчик, зайчик, зайчик». Поняв, что хозяин явно не в себе, она сочувственно заглядывала мне в глаза, не в силах понять, что же со мной произошло и откуда взялась такая страсть. После нескольких попыток сделать из собаки зайчика, я, осознав всю тщетность таковых, оставил эту затею. Собака явно давала мне понять, что ее попа не приспособлена для данного гимнастического упражнения и усидеть в такой позе выше ее сил. Она качалась и падала, падала и качалась и снова падала. В раздражении я отправил ее на место и продолжил смотреть очередной рекламный блог. Минут двадцать Снежка позволила мне наслаждаться рекламой вперемешку с каким-то бредом по телевизору, после чего спрыгнула со своего пуфика в коридоре, с деловым видом подошла ко мне и села зайчиком. Села и сидела, не шелохнувшись, минуты две, как солдат на посту. Я при этом делал вид, что не замечаю ее попыток примирения и достижения консенсуса. Тогда она, с укором глядя на паразита хозяина, заняла место перед телевизором, чтобы точно быть в зоне обзора, и снова легко и грациозно, как будто в результате длительных и упорных тренировок, изобразила зайчика. При этом в ее глазах читалось, я хоть и не поняла, зачем это тебе так надо, но если ты настаиваешь, то, пожалуйста, только не расстраивайся и сильно не переживай. Понимаете, она сидела на своем пуфике и в течение двадцати минут думала, рассуждала, прикидывала все за и против и в конце концов пришла к мысли, что не стоит из-за такой безделицы портить отношения с этим ненормальным хозяином. Это была очень странная собака, может быть, даже пришелец из космоса. Она была способна фантазировать и выдумывать разные фортили. Мы не ставили себе целью ее дрессировать. Так, общее послушание. Но она для общения с нами все время придумывала какие-то трюки. Например, утром, когда я подходил к ее месту, она поначалу не знала, как проявить свою радость, так, чтобы ее поняли. И вдруг однажды она изобразила нечто очень похожее на реверанс. Она припала на передние лапы, одну из них подвернула под себя и склонила головку. Ну, ни дать, ни взять, барышня из института благородных девиц. Закрепилась эта поза мгновенно. Теперь в любое время достаточно было произнести заветное слово и... Пожалуйста. Нежка выполняет реверанс. Ну, или, в крайнем случае, если очень занята, книгсен. Однажды супруга случайно уронила на пол пузырек нафтезина. Пузырек, как водится, закатился под кровать. Лезть туда за ним было неохота, проще взять другой. На тот момент Нежка не имела обыкновения носить поноску и выполнять команду аппорт. Но она как-то поняла, что этот пузырек был хозяйке очень нужен, и, нырнув под кровать, нашла его там и, с гордым видом, не пытаясь его грызть или играть с ним, вернула потерю. Был случай, когда Нежка выручил нас из очень неприятной ситуации. Я был на кухне, громко работал телевизор, а жена находилась в комнате и зачем-то вышла на балкон. Дело было зимой, дверь на балкон была старая, деревянная, и защелкивалась на шпингалет. И вот дверь закрылась, шпингалет защелкнулся, и жена осталась на балконе, а температура была минус 15 градусов. Хорошо, Нега, находясь на своем месте в прихожей, каким-то образом услышала, что что-то не так, и подбежала к балконной двери. Как она поняла, что моя жена оказалась в безвыходном положении, непонятно. Но она поняла, что это не игра, и что человеку на улице угрожает опасность. Она прибежала ко мне на кухню и всеми силами попыталась дать понять, что что-то случилось. В квартире ей лаять было категорически запрещено. Но тут она, проигнорировав запрет, как-то то ли взлайнула, то ли что-то сказала. Я не сразу ее понял. Тогда она снова побежала в комнату и тут же вернулась обратно и так несколько раз. Ну, не сподобил ее Господь даром речи. Но она и так обошлась. Яснее дать понять, что что-то случилось, было трудно. Нежка сама себе придумывала команды. Как-то еще в самом начале нашего знакомства, на прогулке, я по привычке скомандовал рядом и хлопнул себя по ноге. Потом сообразил, что Нежку этой команде никто не обучал. Но собака подошла и продолжила движение рядом с моей ногой. Что ее заставило это сделать, неизвестно. Я дал ей команду гулять, после чего подозвал и снова скомандовал рядом. Собака пошла рядом. Я отнес это к разряду фантастики. Кстати, каюсь, Нежка у нас никогда не ходила на поводке. Незачем было. Как-то раз она чихнула. Ну, чихнула и чихнула. Нет, надо мне было пожелать ей будь здорова. Она снова чихнула. Я опять. Будь здорова. Через какое-то время в аналогичной ситуации я пожелал здоровья жене, и в тот же момент откуда-то снизу послышалось яростное чихание. Нам трудно было поверить в то, что Нежка взялась чихать по команде, и мы решили еще и еще раз проверить. Так и есть. Будь здорова. Общи. Будь здорова. Снова общи. Господи помилуй. Когда однажды я слегка схватил Нежку за ее подобие хвоста и спросил, где хвостик, я не подозревал, что отныне на вопрос, где хвостик, Нежка будет отвечать неистовым вращением вокруг собственной оси в надежде все-таки выяснить, а где собственный ее хвост. Больше всего ей нравилась команда «Покривляйся». Что означало эта команда, не знал никто, и это открывало ей широкий простор для импровизации. Услышав команду, она начинала попеременно выполнять то правый, то левый реверанс, припадая то на одну, то на другую лапу, переворачивалась на спину, гонялась за хвостом, короче говоря, не ограничивала себя в средствах проявления восторга. Нега выполняла команду голос. Ну, казалось бы, ничего особенного. Многие собаки обучены лаять по команде. Обучение несложное. Но! Нега могла лаять громко. Могла в полголоса, а могла просто имитировать лай. Да-да, по команде «Голос громко» она лаяла во весь голос. По команде «Голос тихо» слегка взлаивала. А точнее, издавала какой-то полулай, как будто звук застревал у нее в гортане. А если команда «Голос тихо» произносилась шепотом, то она только открывала пасть, как при лае, но не произносила при этом ни звука. Что она любила больше всего, так это гулять. Когда мы только задумали приобрести той терьера, мы полагали, что наши прогулки с ним будут выглядеть следующим образом. Мы расстелим в парке в тени деревьев плед, по которому и будет бегать и прыгать нечто среднее между большой мышью и кузнечиком, то есть той терьер. Как же мы ошибались. В те времена, когда мы держали догов, овчарок и так далее, мы привыкли, что прогулка с собакой — это в обязательном порядке несколько часов интенсивного движения. Но это большие собаки, сильные и выносливые. Для них пять-шесть часов движения — только радость. А тут-то какая-то маленькая козявка. Ей квадратного метра будет достаточно. Да, после восьми часов непрерывного бега по буеракам и оврагам, собака, которую, как мы думали, по приходу домой завалится спать без задних ног, опустошив миску еды, решила, что она достаточно размялась, чтобы наконец-то поиграть с мячиком, побегать, попрыгать и вообще заняться физически активным отдыхом. На прогулке ее любимым занятием было найти яблоко или какое-нибудь его подобие, огрызок или зависть, и носиться с ним, давая нам понять, что, дескать, у меня есть яблоко, а вы ходите голодные. При том, что эти яблоки она могла отыскать в любое время года, в любом месте, а не только летом и осенью, и не только в располагавшемся неподалеку саду. В парке, где мы обычно гуляли, имелся обрыв, с которого стартовали парапланиристы. Рядом раскинулся старый яблоневый сад. Я бросал яблоко с обрыва, и Нежка, постепенно пропадая из виду, устремлялась за ним, исчезая где-то там внизу. Через некоторое время можно было разглядеть скачущую зеленую точку, становившуюся все виднее, а потом и саму Нежку, державшую в пасти зеленое яблоко, которое порой было чуть ли не больше ее головы, старательно карабкавшуюся вверх по склону. Для нее забраться на такую гору было все равно, что для нас на Эверест. И так повторялось по несколько раз. Однажды при подходе к обрыву у нее не оказалось во рту яблока. Обычно она всегда находила их по дороге и приносила к обрыву. Нежка внимательно и с надеждой оглядела наши руки и, не найдя в них заветного плода, отправилась на поиски в близлежащий сад. Выбрав яблоко по размеру, чуть меньше ее самой, она принесла его к нам и положила у наших ног. Дескать, что, стоите, бросайте. Но мы сделали вид, что увлечены разговором и полностью игнорировали несчастного той терьера. Поняв, что от нас толку не добьешься, Нежка решила, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и что на хозяина надейся, а сам не плашай. Схватила яблоко, а точнее наделась на него, как змея на добычу, потому что в этот раз по сравнению с ней яблоко было, ну, просто гигантское. Подбежала к краю обрыва, с трудом освободившись от своей ноши, которая нанизалась на клыки и никак не хотела с них соскакивать, положила яблоко на край и толкнула его носом. Яблоко весело подскакивая покатилось вниз, а за ним, то отставая, то опережая его, понеслась Нежка на своих тоненьких ножках. После этого случая мы были избавлены от тяжкого труда бросать ей яблоки. Она вполне справлялась с этим сама и обходилась без нас. Кстати, в формировании породы русский той участвовали итальянские борзые, левретки, и наша Нежка явно унаследовала от них возможность передвигаться с поразительной для своего размера скоростью. Когда я бросал ей яблоко, то Нежка подбегала к нему, едва яблоко успевало приземлиться. Оправдывая свое звание терьера, наша собака обожала охотиться, причем на все, с чем или с кем она могла справиться. Она мышковала, охотилась на дуванчики, на клевер, который мы представили ей как кашку. Стоило спросить у нее на прогулке, где кашка, она начинала искать фиолетовые или розовые цветки клевера. Белые ее почему-то не вдохновляли. И, найдя, с аппетитом их поедала. Тоже с дуванчиками. Что уж она в них находила, неизвестно, но поедала она их в изрядном количестве. Но больше всего ее захватывала охота на мотыльков. Она вообще была очень азартна. Действо начиналось в сумерках, когда наши глаза с трудом выделяли из темноты саму охотницу, не говоря уже о ее добыче. Она замирала, оглядываясь по сторонам, вся напружинивалась и вдруг взвивалась в воздух, пытаясь поймать с нашей точки зрения непонятно кого. Как она различала в темноте крохотных мотыльков, для нас оставалась загадкой. Ну, все-таки она же не кошка, чтобы так видеть в темноте. Когда ей удавалось поймать дичь, она долго и тщательно ее пережевывала, хотя размером эти мотыльки были не больше полотеной моли. Этим она могла заниматься бесконечно долго, и когда прогулка заканчивалась, и мы поворачивали домой, то несчастная собака еще долго оглядывалась на свои охотничьи угодья, забегая вперед, заглядывая нам в глаза, не понимая, как можно в самый разгар охоты ни с того ни с сего все бросить и зачем-то идти спать. Как-то раз она поймала пчелу. Этого раза ей хватило на всю жизнь. С тех пор пчел и ос она как бы не замечала. Был случай, когда вечером во дворе Нежка начала какую-то охоту. Думая, что она по обыкновению развлекается мотыльками, я не обратил на это внимания. Но потом заметил, что собака не столько прыгает вверх, сколько пытается поймать кого-то на земле и временами с наслаждением что-то жует. Так как мы не разрешали ей подбирать ничего съестного с земли на улице, я подошел ближе, чтобы возмутиться и сделать ей внушение по попе. Но Нежка с самым невинным видом, блаженно щурясь, чем-то аппетитно хрустела и не проявляла при этом никаких признаков смущения, как если бы она совершила что-то противозаконное. Хруст был характерный, похоже на хруст, издаваемый при поедании чипсов. Приглядевшись, я увидел, как тут и там из земли вылупляются какие-то жуки, причем немаленькие. Оказалось, это хрущ июньский. Жук немного похожий на майского хруща. Я, конечно, тут же запретил ей лакомиться этими чипсами, и она, конечно, перестала ими хрустеть. Но при этом на ее мордочке явно проскальзывало недоумение и обида. Сам не ест и мне не дает. Оставшееся время прогулки было посвящено борьбе с самой собой. Это было очень заметно потому, как она косилась на пролетавших мимо на возмутительно малой высоте, в конец обнаглевших жуков, не имея возможности проявить свою ловкость, прыгнуть и схватить столь легкую, в отличие от порхающего по непредсказуемой траектории мотылька, добычу. После этого ее два дня рвало ножками над крыльями этих жуков. Вообще, это была не собака-компаньон, а просто компаньон. Она вполне могла поддержать беседу. Разговаривая с ней, мы чувствовали, что наши слова для нее не пустое место, что она изо всех сил пытается понять, что же значат те или иные звуки, издаваемые этими странными двуногими существами. Она была миролюбива, с очень устойчивой психикой, и при этом никого и ничего не боялась. Ну, правда, какое-то время ей очень не нравились праздничные фейерверки. Было видно, что громкие хлопки ее раздражали. Но при этом она не впадала в панику и оставалась вполне вменяемой и с возрастом почти перестала обращать на них внимание. Вот такие бывают русские тои. Ушла от нас она в тринадцать лет, один месяц и пять дней. Рак. 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 Рак.